Женами-мироносицами называют семерых женщин последовательницы Иисуса Христа, которые сопровождали его при жизни и проводили в последний путь. Именно они пришли к гробу Господнему, чтобы омыть его тело. С собой они несли драгоценные благовония, миру. Отсюда и название. День жен-мироносиц отмечается через две недели после Пасхи. В последние годы это забытый праздник. Представительницы местного отделения Союза женщин России решили возродить традицию. Этот праздник вот как никакой, ближе всего отвечает нашей миссии, отвечает задачам нашей деятельности, чтобы мы вместе делали добрые дела на благо не только женщин, вообще жителей нашего округа. Религиозный праздник День жен-мироносиц за годами обрастал славянскими верованиями и превратился в некий микс православия и суеверий. На Руси назывался Бабьим Днем. Он имеет много традиций. До наших дней дошли единицы. Одна из них, самая яркая, собираться большой компанией женщин и готовить яичницу, как символ продления жизни и солнца. Традиция замечательная. Дай бог она приживется в нашем Ленинском городском округе и будет продолжаться ежегодно. И в течение года мы тоже, женщины, должны собираться, видеться, обсуждать, делиться и друг другу помогать. В древние времена именно День жен-мироносиц считался женским праздником, когда все внимание и забота были направлены на представительниц слабого пола. Мужчины им давали возможность отдохнуть от бытовых забот и окунуться в мир женского царства. Этот праздник, я считаю, он очень красивый. Это о нас, о женщинах. И всегда хочется, мне еще хочется всех поздравить с этим праздником. Традиции возрождаются, их надо чтить. Наши предки любили так же, как мы, жили так же, радовались жизни. И поэтому, я думаю, что всех женщин с праздником, и давайте все объединяться. Старшее поколение местного отделения Союза женщин России с удовольствием делится с молодежью своим жизненным опытом. Как вести хозяйство, растить детей, любить и поддерживать супруга. Девушкам тоже есть чем поделиться. Благодаря уже нашему опыту, небольшому, мы им делимся. Они прислушиваются и понимают, что может быть иначе. Можно на ситуацию посмотреть с другой стороны. И это очень приятно, когда старшее поколение может менять свои взгляды. Еще одна традиция праздника, которую возродили представительницы Союза женщин, дарить друг другу цветы. В этом году День жен Мироносец будет отмечаться в воскресенье, 16 мая. Юлия Пагасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.